У человека начинает все сильнее и сильнее пульсировать на животе. Если у нас существует, не знаю, у меня похоже существует или нет, у меня просто живот пульсирует. Так вот, сначала кто-то стоял в окне рядом на дороге. Кто-то стоял рядом на дороге. Черная фигура, я очень боялась, я не знала, кто он. Я боялась, что... Я в те времена еще боялась, что ребята придут, я боялась, что Миша придет. Потом эта смерть, эти черные фигуры всякие страшные, они начали заглядывать мне в окна. Потом они заполнили всю мою комнату. Все комнаты было много-много-много фигур, очень много фигур, черных, темных. Мне было жутко, но я убеждала себя не бояться. Я начала себе это объяснять. Родители тогда уехали. Ой, что-то сейчас пронеслось понимание, как можно воскрешать мертвого, что я могу воскрешать мертвого. Ну да ладно, это бы дом не слеплять. Ладно, Надя. Так вот, мой дом напомнился черными фигурами абсолютно. Когда никому не было дома, меня оставили дома на два дня. Это было жутко. Вот, и в первый вечер, когда не было никого дома, я поставила перед собой зеркало. Я смотрелась, осмотрелась и видела... Охуеть, блядь. Я видела черную фигуру, блядь, вот тут вот нахуй. Вот справа. Потом я убрала зеркало. Потом мне очень было страшно. Я включала свет. А, и самое главное, знаете? Как, знаете, как я это себе объяснила? Тюре тьмы и света, блядь. Вот свет, это хорошо. Но тьма же это тоже часть, часть, часть вселенной. Сначала солнце есть, потом луна есть, это естественные циклы. И тьма тоже в вашем подсознании живет. И там страшно, страшно чудовища. И там нужно раскрыть в себя эти страшные чудовища. И вот я думала, наверное, это они, блядь. Вот моя темная сущность, моя темная сторона. Сейчас мне, блядь, будет открываться правда потихоньку. И вся хуета. Я спротивлялась, спротивлялась, а потом я расслабилась. Мне стало все, я устала. Я устала спротивляться. Я устала. И я уже видела. Я уже видела, что эта смерть с косой, блядь, стоит. Вот она, блядь, она вот в комнате нахуй стоит. И то я, блядь, ее не увидела. Я ее не узнала, что это смерть, блядь. Я не узнала, что это смерть, блядь. Но даже такой естественный образ, который в кубинах сошит. Смерть с косой, блядь, смерть с косой. Что, не понятно, что эта смерть нахуй пришла? Что нахуй вот тут у тебя стоит? Смерть, блядь, перед тобой стоит. И вот я устала спротивляться. И смерть пошла мне в грудь. Я впустила в себя смерть. Ну как тут поднимается? Так вот, я пустила в себя смерть. Знаете, что потом? Потом я поняла, как видеть в глазах у людей смерть. И поняла, что это значит печать смерти. Я так скажем, глядела оттенок смерти в глазах. То есть я поняла, что я могу определять, когда у кого наступит смерть. По глазам просто. Ну то есть это, знаешь, такая волна смерти. И у кого-то она ближе, у кого-то дальше. И я поняла, что насколько... Ну то, что, что, что я могу. Ну как это возможно, короче? Ну и что дальше-то? И я, соответственно, решила эту штуку, блядь. У всех там печать смерти нам. А я, блядь, такая живая-живая. Такая живая-живая. А самая живая из всего. Ну и вот, блядь. Пока из меня не вышла смерть. Пока из меня начну. Вот она. За мной пришла смерть. Подожди, я только не поняла, как это трактовать, то что смерть была. Изменяем, что-то делать. Она может вернуться. Упаляемся в глазки. Увидела, как сначала Сегора вот такая прошла в глазки. Упаляемся в глазки. Я не пошла за смертью. Недаром для меня Миша олицетворял смерть. Я видела в нем смерть. Умом раскапывать не боюсь, а душой уже знаю. Вот оно разделение ума и души. Надо было раскапывать умом, но не таким умом, которым я раскапывала. Надо было не чужим умом раскапывать, а своим умом раскапывать. Я очень померла. Ну, кстати, вот это вот ощущение, да? То, что вот оно, блин, стало страшно. И вот то, знаешь, то что. Такое, давай, знаешь. Дальше было. Давай, давай, типа давай. Иди до конца, иди до конца, иди до конца, блин. Такое. Кто говорил это? Смерть, смерть. Ну, как бы да, я думала это говорил Миша. На самом деле это как бы смерть. Но. Вопрос. Почему ко мне пришла смерть? Почему я наконец-то узнала ее? Наверное. Да, наверное, точно уже, чем на всей жизни, она ко мне очень много раз приходила, но я ее не узнавала. Пока я себя раззомбировала, вот она наконец пришла. Раззомбировалась ли я? Или как? Я не знаю. Я не знаю, ребята. Но у меня осталось какое-то понимание того, механизм того, как воскрешить мертвых. Знаете, что, понимание, как у вас было? Вот моя мать умерла. Моей матери нету за мной. Но знаете, что я поняла? Что я ее просто не вижу. Я ее не вижу. Я не увижу свою мать. Я не увижу ее. Не вижу свою мать. Она тут рядом ходит, это рая. Но я себя обманула. Я себе придумала. Я начала себе придумывать, что у папы есть другая женщина. Ну да. Не знаю, у меня как-то в Москву это все началось разрастаться. У меня началось это все, наверное, как в Москву это началось разрастаться. Разрастаться, разрастаться. Потом у меня мать начала бить. Я увидела, как у меня мать бьет. Ещё, Ещё.. я увидела как её холодит, блядь А даже тогда я не увидела смерть Нет я не видела там смерти Я не увидела её смерть Я не увидела смерть матери Там блядь была где Я не увидела смерть матери Я не видела её не, я сейчас боюсь, что я сюда ходу выходить если туда выйду, а вдруг я уже в мать вместо дудера или я в рай увижу, сколько мать ой, сука, страшно такой резкий шок вряд ли будет все окружение, все окружающие обстоятельства мы говорили так, что моя мать умерла я даже видела, как ее хоронят но мой мозг отказался в ответить отказался в ответить все, я 7 лет в 1 я отказывалась но я не видела, что она умерла у меня было никаких чувств, ничего не было и вот недавно ну, очень давно я начала плакать ну, вот, видео, да, есть потому что я только сейчас поняла, что моя мама умерла как сейчас поняла? через 7 лет что она умерла как там, блядь, только сейчас поняла я им поверила я им поверила я им поверила я начала им верить и я начала разрушаться ну, вернее, процесс разрушения продолжился и смерть я увидела сначала я увидела я увидела я увидела как это так может быть что мой отец умрет то есть я представила, что они призраки все, их нету они ходят брат я не помню, что с братом то есть они остались далеко в прошлом все, я одна я тут в другом пространстве хожу они призраки они там покупают еду у меня материализуются вещи я пошла по колобам науи я пошла через смерть близких науи мне похуй я убила я в своих иллюзиях я убила родственных связей я их убила в своем я в своем воображении и уже всех убила науи я только не поняла то есть я наконец то всем поверила а главное поверила Михаилу Любовичу за которым стояла смерть а главное а главное поверила Михаилу Альбовичу Кстати, сон ещё тоже снился там, очень жёсткий. Там тоже нефига любая ещё был, олицетворял Ангел Смерти. О, явился Ангел Смерти. Подожди, когда это он был и явится? Когда явился Ангел Смерти? Надо будет рот снать. Может быть тогда у меня отголоски смерти пошли? И смерть начала преследовать меня сначала как бы под разными масками. В 1999 году или когда? Ну, в общем, посмотрю, ладно. Так вот. И вопрос. Тогда вам возникает вопрос. Почему ко мне пришла смерть? Потому что я жизнь или что? Почему я это испытала? Почему я такая непонятливая? Почему я такая непонятливая? Почему я такая слепая? Почему ей так явно надо было? Нам так было близко. Нам было так близко, блядь. Что-то я распизделась, да? Вам уже не интересно. Извините. Ну, это так было эмоционально, что я не могу не пиздить об этом пока что. Мне надо выговориться кому-то. И это будешь ты. Сиди и слушай нас. Ну, так и? Ну, так и? Ну, так и? И что? Ну, вот и все. Что? Что еще? Ну, что место у нее? Сколько? Ну, так и? Короче, выговорились по-каку. Ух. 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 это моя подруга воспонимание происходит за другое понимание оно абсолютно отличается от чужой воли от чужого голоса чужой голос это слепая вера а это знание блять то что я сижу на диване и то что вот я сижу так а оно сидит зеркально вот так я понимаю что мы с ней подруги мы не други с ней дежавю я видела это во сне по-моему давно во сне возможно именно тогда когда мне приснился этот сон вышел ангел смерти мой сон жизнь Миши ну интересно я подружилась со смертью и она нежно показала кто она такая чтобы я передала свою историю и сказала о том не умирайте люди люди не умирайте никогда это страшно натурально получается но теперь я не вру видели что это страшно которое вы видели в моем глазах как это страшно вы видели в моем глазах ну вы же все видели сами вы сами все видели вы сами видели смерть в моих глазах не умирайте люди давайте жить вечно пожалуйста 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 давайте жить вечно потому что умирать это очень страшно мне кажется там ничего нет и тут с левой стороны у меня смерть такая нету нету подобно бы так смотрите я подружила со смертью она у меня сейчас светится светится и может подсказывать мне дух союзник у меня с ума смерть я подружила со смертью а ты интересно мысль такая если смерть теперь моя подружка она теперь идёт вот тут вот у меня слева за ней я подружила со смертью я приблизилась к мише я приблизилась к любви к настоящей и чистой любви потому что безумство это не любовь любить до безумства это страшно это безумство это когда ты воображаешь когда ты начинаешь воображать что-то о нем когда ты о нем что-то воображаешь ты обманываешь себя ты рисуешь какой-то идеал и настолько влюбляешься в него что идёшь за ним хоть куда в бездну идёшь это хуёва любовь это не любовь любимый человек не поведёт тебя на смерть а почему же тогда а почему же тогда кто кто хотел нас заставить любить через смерть кто прикинулся любовью зачем смерть прикинулась любовью понятно что все хотят любви все идут за любовью все ищут любовь первая причина любовь люди идут за любовью если поставить что-то перед любовью если кто-то будет поводы любви за ним последует хоть куда ну почему там была смерть неужели любовь и смерть это синонимы ой антонимы неужели любовь и смерть вот противоположность почему я думала что это смерть подожди а я думаю антонимы противоположности любовь и страх почему поэтому я не могла полюбить правильно потому что мое отражение в зеркале неправильное мое отражение неправильное я неправильно отражалась в зеркале что за хуйня и почему я до сих пор не вижу идеально я подумала блять ясно до истины дай думал у меня там зрение и слечится и все будет заебись так ладно так ладно спасибо